всем привет меня зовут федор васильев мы продолжаем с вами изучать системы джекаса урок номер 21 в прошлом уроке мы с вами разбирали форму заказа без которой ваши пользователи не смогут произвести заказ товара но здесь есть так называемые связи которые требуют особого внимания в этом уроке об этом мы поговорим то есть это у нас здесь вот редактировать форму например способ доставки и здесь есть такое поле связи с подсказкой давайте рассмотрим несколько вариантов во-первых визуально на демо примере если человек на втором шаге выбирает доставка по адресу то здесь вы можете наблюдать подставляется дополнительное поле этаж с подсказкой да укажите номер тоже то есть куда человек может вписать этаж то есть вот такие дополнительные поля создаются за счет связей и давайте посмотрим как это делается то есть на нашем сайте если я перейду на второй шаг то есть у меня нету здесь такой возможности доставка по адресу давайте ее создадим и привяжем поле этаж в админке нашего сайта редактируем форму и вкладка способа доставки нажимаем новый способ доставки выбираем доставка с фиксированной стоимостью метка например доставка по адресу какая-то подсказка стоимость доставки но это символическая просто сумма бесплатно для заказа от нажимаем сохранить здесь тоже нажмем сохранить перейдем на сайт обновимся давайте проверим способ способ доставки это шаг 2 здесь нажмем вперед вот появилась доставка по адресу если я выбираю подсказка все что мы в биле есть но нету дополнительного поля чтобы добавить дополнительное поле мы переходим с вами контактные данные на вкладку нажимаем добавить поле здесь кстати достаточно большой выбор всевозможных полей нам в данном случае нужно текстовое поле метка этаж подсказка можете писать можете нет требуемое ли поле я поставлю нет и вот здесь внизу нужно обратить внимание мы ставим галочку для доставки то есть здесь есть выбор либо для доставки либо для оплаты сейчас мы позже рассмотрим то есть выбираем для доставки то есть именно доставка для второго шага способ доставки и пока нажимаем сохранить сейчас нам нужно получить айди то есть это вот здесь айди нашего поля способы доставки мы переходим обратно на вкладку способы доставки доставка по адресу находим наше поле вот здесь колонка имя айди и вот все что здесь у вас есть то есть у вас айди будет уникальный не как у меня то что у вас здесь написано вы все полностью копируете переходим на вкладку контактные данные заходим в режим редактирования этаж в связях проставляем данную опцию нажимаем сохранить сохранить еще раз идем на сайт обновляем страницу вперед и у нас ничего не показывается почему давайте посмотрим в подсказочку зайдем в редактирование этаж и нажмем в связях вот здесь на знак вопроса и здесь нас интересует именно последнее описание нам нужно поставить вот эту переменную или я не знаю как это можно еще назвать в общем вместе с двоеточим вы прямо из подсказки можете скопировать или запомнить и написать от руки то есть копируем вот эту вот вот этот параметр и его надо поставить в начале нашего айди то есть я ставлю курсор control в вставить и все в принципе то есть любой идентификатор можно проставить после вот этой конструкции то есть вы должны сделать примерно то же самое нажимаем здесь сохранить нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся проверяем нажимаю вперед смотрим наши поля доставка по адресу и вот пожалуйста этаж если я навожу него мышь у меня сплать подсказка укажите номер тоже 7 этаж то есть вот таким образом добавляются дополнительным поля к тем конфигурациям доставки которые вам требуются соответственно аналогичное поле с другими названиями с другими параметрами но мы можем добавить например способы оплаты я на этом же примере покажу соответственно чтобы прописать дополнительное поле для способов оплаты именно для вот этого наличными до способ оплаты переходим сюда смотрим индификатор копируем его переходим контактные данные заходим в режим редактирования этаж все здесь удаляем кликаем по вопросику и нам нужно не вот этот вот параметр теперь а именно вот следующий из подсказки копируем вместе с двоеточим не забываем и в начале тоже проставляем его здесь обязательно ставим галочку для оплаты сохранить сохранить обновляемся вперед здесь мы видим поле исчезает доставки кликаем вперед и вот к полю наличными до добавляется этаж соответственно здесь может быть не этаж а любое произвольное все что вам нужно то есть вы можете буквально тоже поле переименовать что такое переменовать подсказку если вам нужно дополнительное поле ну и также вы можете поиграться посмотреть по добавлять различные варианты потому что здесь есть веб-сайт до адреса всевозможные так далее и давайте рассмотрим еще один момент давайте создадим список вам здесь наверное не видно сейчас вот так вот сделаю вот список то есть это выбор кликаю список здесь я напишу выбор значение видите каждое значение в отдельной строке что это такое сейчас вы поймете например выбор один из новой строки выбор 2 и выбор 3 требуемый нет нажимаем сохранить сохранить идем на сайт обновляемся само по себе поле это просто вот такой вот выбор выбор один выбор 2 то есть здесь все что угодно может быть это все будет отображаться потом в письме который автоматически отправиться вам как администратор магазина что человек там заказал тот или иной товар с параметрами выбора таким-то да но как это можно применить например когда мы выбираем что при выборе 1 должно открываться какое-то дополнительное поле дополнительные действия где человек может сделать что-то еще например элементарное поле куда он что-то впишет также чтобы например или для первого или для второго или для третьего какие-то дополнительные поля то есть как это делается и как для нескольких или для всех сделать чтобы выскакивал например одно и то же поле давайте это рассмотрим то сейчас это просто выбор дальше мы с вами также в контактных данных создаем текстовое поле просто напишу тест требуемое нет сохранить то есть если сейчас мы посмотрим то это просто еще одно добавится поле до поле тест давайте сделаем так что поле тест появлялась только при выборе 2 далее мы копируем индификатор нашего выбора заходим в поле тест в режим редактирования в связях проставляем данный индификатор ставим двоеточие и подставляем вот эти значения то есть у меня выбор один выбор два выбор три у вас это может быть например монитор lg монитор samsung монитор philips то есть вот именно как поля называются так вы и проставляете здесь после двоеточие то есть я хочу чтобы отображалась для выбора 2 чтобы просто не писать от руки мне это лень я копирую то есть вот таким вот образом конструкция выглядит нажимаем сохранить сохранить идем на сайт обновляемся поле тест здесь исчезает здесь у нас по умолчанию сразу виден выбор 1 если я кликаю и выбираю выбор 2 то тут же вы видите это поле здесь отображается для поля 3 исчезает стоит заметить что эта конструкция именно с выбором работает не стабильно по заявлению разработчика и это будет работать нормально в версии 30 то есть мы ждем обновления и как подрубить к нескольким вариантам например одно и то же поле в подсказке все конечно здесь указано но некоторые моменты я считаю нужно требует более глубокого объяснения здесь мы просто ставим запятую и проставляем например для поля выбор 3 вот так вот сохранить сохранить идем на сайт обновляемся выбор 1 мы видим ничего нет выбор 2 поле есть выбор 3 также поле присутствует то есть вот таким вот образом надеюсь для вас урок был понятен интересен если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроит услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь